Всем привет! 60 кадров в секунду. Это одно из самых многообещающих нововведений в играх нового поколения. Но на самом ли деле нам нужно 60 FPS на PlayStation 4 и Xbox One? Ну, на самом деле, ответ на этот вопрос довольно противоречив. Некоторые считают, а разве 30 кадров в секунду недостаточно? В смысле, я ведь все равно не смогу увидеть разницы. Другие же считают, что мой комп и так уже поддерживает игры с 73 хренолеонами FPS. Итак, я на этой неделе чуть не вывихнул мозг, изучая эту тему, так что не слишком критикуйте. Разве что если мы таким образом сможем добраться до истины. Когда мы смотрим фильмы, цифровое видео или геймплей, мы наблюдаем крайне быструю смену ряда изображений, каждая последующая из которых чуть-чуть отличается от предыдущего, и это создает впечатление естественного движения. Так вот, если количество кадров в секунду, то есть FPS, упадет ниже определенного числа, картинка станет дерганой, и постепенно мы вообще не сможем увидеть каких-либо движений. Мы даже не сможем увидеть отдельное изображение. Это происходит благодаря эффекту, который называется порог различимости мельканий изображения. Вы никогда не замечали, как в конце своего срока службы флуоресцентная лампочка может начать мерцать? На самом деле, она всегда мерцала, просто теперь частота ее мерцания снизилась до видимого вашим глазом уровня. Это и есть порог различимости мельканий изображения, и он варьируется в зависимости от источника. Для видео, да и в общем для большинства людей, этот порог составляет около 17 Гц. Другими словами, если частота смены кадров больше 17 кадров в секунду, ваша зрительная система будет воспринимать происходящее на экране как движение. Конечно, оно может быть не особо плавным, но тем не менее, этого достаточно. Чем больше будет кадров, тем быстрее они будут сменяться, и тем более плавным будет движение. Но погодите-ка, я только что взял и заменил друг другом понятие герц и количество кадров в секунду. Количество кадров в секунду — это количество кадров, которые выдает источник, будь это видеокарта или медиаплеер. Герцы же — это частота обновления вашего дисплея, так что если ваше количество кадров в секунду будет больше, чем частота обновления, то те дополнительные кадры становятся избыточными. На самом деле, это даже может привести к разрыву экрана. Итак, вернемся к старым, добрым 30 кадрам в секунду. Это ощутимо больше порога различимости мелькания изображения. Это больше, чем в фильмах, там 24 кадра в секунду, и никто, кроме Питера Джексона, на это не жалуется. Так что этого должно быть более чем достаточно и для игр, не так ли? Ну, на самом деле, все не так просто. Здесь нам придется поговорить отдельно о количестве кадров в секунду в играх и фильмах или цифровом видео. И на это есть две веские причины. Во-первых, игра — это динамичный процесс, в отличие от фильмов, где процесс пассивен, так что здесь важно время отклика. И это довольно ощутимо, когда отклик на действие происходит 60 раз в секунду вместо 30 раз в секунду. Потому высокий FPS может позволить вам быстрее реагировать в игре, делая процесс игры более комфортным. И во-вторых, нехватка размытия в движении. Если вы поставите фильм на паузу, кадр, который вы увидите, почти наверняка будет размытым. Это происходит потому, что когда снимают фильм, каждый кадр экспонируется на протяжении какого-то периода, и любое движение в этом периоде может быть захвачено при паузе только размытым. В игре, однако, каждый отдельный кадр отображается идеально четко. Так что даже если вы сделаете скриншот во время движения, вы получите отличное четкое изображение. Но при этом результат это более дерганное воспроизведение, так как кадры не переходят так естественно один в другой. Вот почему большинство людей может увидеть разницу между 30 и 60 кадрами в секунду в игре. Движение в самом деле более плавное. Посмотрите сами, сможете ли вы увидеть разницу. Здесь у нас 30 кадров в секунду. А теперь плавное как шелк 60 кадров в секунду. Ее будет видно только если вы будете смотреть это видео на сайте Геймспота. Проигрывательный Ютуб по-прежнему воспроизводит только 30 кадров в секунду, так что если вы смотрите видео на нем, боюсь, картинка покажется вам идентичной. Кстати, это вроде как научное шоу. Хоть я и так неплохой ученый, без доказательств мои слова немного вас стоят. К счастью, я нашел крутую научную работу под названием «Влияние частоты смены кадров и разрешения на пользователей, играющих в шутеры с видом от первого лица». Исследователи изучали 60 участников, игравших Quake 3 с различной частотой смены кадров, включая 30 и 60 кадров в секунду. И что они увидели, так это то, что игра с более высокой частотой смены кадров оказала большее влияние на то, как человек играл, и на то, какое наслаждение он от игры получил. Итак, 60 кадров в секунду определенно имеет преимущество на 30. Но зачем тогда останавливаться на этом? Почему не на 120 кадрах в секунду? Или даже больше? К тому же, что же с тем парнем, который сказал «В смысле? Я все равно ведь не смогу увидеть разницы». Что ж, здесь все становится сложнее. Во-первых, этот парень просто находится в неведении. Как вы знаете, наша зрительная система не делит все на кадры как камера. Она получает постоянный поток информации, идущий от зрачков к зрительной зоне коры головного мозга. Я нигде не смог найти достоверную информацию о том, каков на самом деле для нас порог восприятия количества кадров в секунду. Однако, думаю, довольно ясно, что в этом случае лимитирующим фактором является аппаратное обеспечение. На данный момент вы ограничены частотой обновления своего монитора или телевизора, что большинство людей равна 60 Гц или 120 Гц для тех, у кого есть 3D-дисплеи. Итак, я в конце концов склонился в сторону того, что 60 кадров в секунду — это идеальная частота смены кадров, в особенности для консолей нового поколения. Не поймите меня неправильно. 120 кадров в секунду дадут более плавную картинку и дадут вам преимущество в скорости реакции. Но вспомните, что не так много людей имеют нужное железо. К тому же рендеринг удвоенной частоты смены кадров сильно бьет по производительности. А у консолей нового поколения ее и так нет в избытке. Но дайте мне знать о том, что вы думаете об этом. Увидимся в следующем выпуске.